Это уже не фантастика! Команда инноваторов создает первую в стране мобильную цифровую подстанцию. И только в распоряжении нашей программы эксклюзивные кадры сборочного процесса. Для цифровой передачи данных подстанция оснащена терминалами защиты, сетевыми коммутаторами, а также преобразователями интерфейсов. Энергообъект будет работать автономно. Сбои в системе устранят специальные датчики. Это первая самая уникальная подстанция, где используются цифровые технологии, цифровые оптические трансформаторы. Все передается по оптоволокну. Это позволит снизить количество обслуживающего персонала и всячески, как бы сказать, дальше развивать это цифровое направление. Это просто новый шаг, новые направления. У нас сейчас вся страна занимается цифровизацией, и электропаратный завод не отстает в этом направлении. И совместно с «Газпромнефти» мы делаем этот пилотный проект. Цифровая подстанция будет работать на крупном объекте газодобычи «Ямала». Но производителям уже поступают заказы и из других регионов. В планах завода наладить серийный выпуск. Мы как раз здесь и видим, это и результат слаженных действий, слаженной работы нашего предприятия, которое входит в электротехнический кластер. Поэтому этот масштабный проект, он уже практически реализован, завершен. Поэтому радует, во-первых, что предприятие работает, есть масштабные проекты, и появились, и уже еще появляются новые ниши для завода. И кроме того, расширяется номенклатура уникальных изделий этого завода. Та цифровая экономика, про которую очень много говорят, и сейчас она реально в действии, реально работает. И эти результаты ваучи и будут пользоваться уже все потребители и заказчики электроаппаратного завода. Среди партнеров предприятий региона и госкорпорация «Атомфлот» на электроаппаратном заводе производят распределительные установки и шкафы защиты для ледоколов. Вообще флот – это направление, которым занимается электроаппаратный завод. Ну, первое – это три арктических ледокола проекта 22-220, куда мы поставили свои главные распределительные щиты. Кроме этого, значит, ледокол «Арктика», где и проходит опытную эксплуатацию нашей БЭМПы как микропроцессорной защиты. То есть у нас продукция аттестована для моря, и наши ГРЧа и наши распределительные щиты как бы ходят по морю в составе кораблей. Сейчас на заводе производят более 100 видов продукции для энергетики, промышленности и жилищно-коммунального комплекса. Электротехникой ЧАЗа были оборудованы и спортивные объекты, возведенные к Чемпионату мира по футболу и Сочинской Олимпиаде. Мы работаем со многими, но принципиально мы работаем с «Газпромом», с «Газпромнефтью» работаем, с «Роснефтью» работаем, с «Статнефтью» работаем. То есть, ну, как видите, наше основное направление все-таки газ и нефть, ну и, соответственно, кроме этого промышленные предприятия, с которыми мы ведем работу, поставляем им продукцию, ну и всячески сотрудничаем. То есть у нас заказчики, вообще вся Россия, все предприятия, которые используют электроэнергию, мы занимаемся ее распределением. Растут и объемы экспорта. Сейчас предприятие активно осваивает азиатские рынки. Подразделение ЧАЗа в начале этого года было открыто в Узбекистане. Постоянные заказы поступают и из стран Европы. Еще один приоритет завода – импортозамещение. Во-первых, это наше микропроцессорное устройство, БЭМП, которое заменяет микропроцессорные аналоги импортных производителей. Это отечественные выключатели, которые заменяют выключатели Шнайдер Электрик и АББ. В этом направлении мы, как бы сказать, работаем. Конструктив наших шкафов тоже является замещением импортных шкафов. С нашей микропроцессорной защитой была поставлена на Памир, она стоит на границе с Афганистаном и успешно работает. Самое главное – заказы есть, значит, и рабочие места дополнительно создаются, потому что расширяется номенклатура. И самое главное – устойчивость, она сохраняется. И более того, реализация вот этих проектов, это вот позволит, и как раз еще раз отмечу, выйти на новые ниши. И на перспективу, я думаю, что работа нашего электротехнического кластера, она будет еще, мы эти результаты только увидим. Промышленность в республике развивается динамично. Это оценка руководителя федерального ведомства Дениса Мантурова. В инвестиционном портфеле предприятий региона более 70 проектов. Мы рассчитываем на то, что та совместная работа, которая у нас с вами была до этого реализована по ряду направлений, она носила такой достаточно эффективный, конструктивный формат. И рассчитываю на то, что вы нам предложите все те направления, где требуется наша дополнительная поддержка, чтобы добавить результаты для работы региона. Михаил Игнатьев и Денис Мантуров обсудили подготовку дорожной карты ускоренного социально-экономического развития республики. В приоритете рост объемов экспортных поставок, создание новых рабочих мест и реализация программы импортозамещения. Поддержку предприятиям оказывают в Федеральном фонде промышленности. Целевые займы крупному бизнесу должны стимулировать приток инвестиций в реальный сектор экономики, отметил федеральный министр. Редактор субтитров А.Семкин